Патриотическое воспитание, грантовая поддержка, помощь в трудоустройстве. На Совете Приволжского федерального округа обсуждали молодежную политику в регионах. Губернаторы и главы профильных ведомств по видеоконференцсвязи пообщались с полномочным представителем президента ФПФО Игорем Комаровым. Он отметил, что за последний год сделаны серьезные шаги к улучшению ситуации в молодежной среде. В том числе принят федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. Есть и серьезные минусы, на которые нужно нам обращать внимание. Это, как я говорил, уже проявление экстремизма и снижение интереса к стабильной карьере и во многом и к семейным ценностям. Палпред обратил внимание руководства регионов на то, что необходимо улучшить информационную работу и усилить вовлечение молодежи и подростков в позитивную созидательную деятельность. В Ульяновской области проживают более 315 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Многие из них активно участвуют в волонтерских, культурных и патриотических проектах. Только в этом году ульяновская молодежь выиграла 8 федеральных грантов на общую сумму более 30 миллионов рублей. Сегодня перед нами с вами очень много вызовов от сложных условий пандемии до печальной тенденции среди молодежи и уезжать из нашего региона. Все проблемы, которые стоят перед нами, требуют поиска новых решений. И я убежден, что именно вы способны нам в этом помочь. В этом году участниками всевозможных форумов стали 250 молодых ульяновцев. Инициативы ребят поддерживают и на региональном уровне. С 2015 года проводится губернский конкурс проектов. А по итогам заседания Совета ПФО сформируют ряд решений по повышению эффективности проводимой работы с молодежью. Анна Тищенко, Улправда ТВ.